Л. Лекс. Основа. Фаза первая. Интеграция. Голова первая. Фаза ноль. Все произошло, пока я спал. Позже выяснилось, что не я один. Спал весь мир. Но тогда я этого не знал. В одно мгновение абсолютно все люди мира провалились в неожиданный сон на одно мгновение. Пожарные, тушащие пожары. Хирурги, держащие в руках зажимы с пережатыми артериями. Пилоты самолетов, выполняющие сложную посадку при сильном боковом ветре. Лихачи-автомобилисты, идущие на обгон при плохой видимости. Население планеты в тот момент очень сильно сократилось, а все выжившие, когда снова открыли глаза, увидели одну и ту же фразу, написанную будто бы прямо на сетчатке огромными горящими буквами. Основа приветствует тебя, человек. Отныне мир не будет прежним. Все, что было знакомо в старом мире, теперь не имеет значения. Теперь в списке приоритетов выживать, развиваться, прогрессировать. И начало этому уже положено. Активирована фаза ноль. Выберите стартовую специализацию. Я бы, может, даже и выбрал, да вот беда, я не мог двигаться. Все, что я мог делать, это вращать глазами и невнятно бубнить, поскольку мышцы лица тоже сковала неведомый паралич. А надпись перед глазами уже и стаяла, оставив от себя только предложение выбрать стартовый класс. И под ним тут же появилось несколько разных слов. Внезапно мое внимание привлекло несколько глухих булькающих звуков, которые раздались со стороны ванной комнаты. Не припомню, чтобы у меня там было хоть что-то, что способно издавать такие страшные и одновременно странные звуки. Больше всего это напоминало звук, с которым булькает унитаз, прежде чем окончательно забиться и превратиться в непредвиденный фаянсовый фонтан. Однако о том, чтобы пойти посмотреть, что же там происходит, и речи не было. Тело по-прежнему меня не слушалось. Единственное, что я мог, это немного скосить глаза в сторону и понять, что вторая половина постели пуста, на ней лишь смятая простынь и сбитая на край почти падающая подушка. Красивой блондинки, которую я вчера подцепил в баре и привез к себе домой, не было. Судя по тому, что никого кроме нас двоих в квартире и быть не могло, наверное, источником странных звуков была именно она. Тошнит ее, что ли? Вроде вчера не сильно пьяная была. А и была бы. Должно было вчера вывернуть, а не сейчас. Надпись перед глазами между делом растаяла, оставив только последнее предложение, и под ним возникло несколько новых слов. В общем, получилось следующее. Выберите стартовую специализацию. Огнестрельное оружие, холодное оружие, безоружие, поддержка. Мне в прошлом победителю многих соревнований по практической стрельбе из дробовика, который завершил спортивную карьеру из-за подставы конкурента, стоит ли вообще думать над выбором? Совершенно очевидно, что я выберу. Тут даже думать нет смысла. Поддержка мне вроде как не нужна, я и сам отлично стою на ногах. Ну, когда встану, конечно. Без оружия я дрался последний раз год назад все в том же баре, что и вчера, и то это нельзя было назвать дракой. Так потолкались немного, да разошлись. А с холодным оружием я вообще знаком только на уровне кухонного ножа. Только вот как сделать выбор? Губы-то так же не шевелятся, как и все остальное тело. Я только и могу что думать. А может думать и надо? Огнестрельное оружие. Как можно четче подумал я про себя. Все остальные надписи пропали, а огнестрельное оружие несколько раз моргнуло, как в игре со старой приставки, и пропало тоже. Вместо нее появилась другая надпись. Фаза 1 вступает в силу. Секунду повисела, и пропало тоже. И вместе с ними пропал и проличь тоже. Я неловко щелкнул зубами, чуть не прикусив себе язык, и радостно спрыгнул с кровати. Очень вовремя. Я уже замерзать начал, в одних трусах-то. Несмотря на то, что за окном вовсю пылало жаркое лето, по ночам все еще было довольно прохладно, особенно под утро. А моя спонтанная ночная подруга, по обыкновению женщин, стащила на себя все покрывало, оставив меня наедине с окружающей средой. Кстати, о подруге. Судя по звукам, которые никак не прекратятся, ее все еще полощет. Сколько же она вчера выпила? «Эй!» — позвал я, чтобы не напугать, одновременно подходя к двери в ванной. «Ты в порядке там?» Булька не оборвалась на середине, и все затихло. Я обратил внимание, что дверь была приоткрыта, но не закрыта полностью, так что между створкой и косяком оставалась щель. И в эту щель было видно, что в туалете, она же ванная, даже свет не был включен. Она что там, в темноте блюет? Надеюсь, что хотя бы не мимо унитаза. «Эй!» — снова позвал я, не решаясь ни войти, ни отойти. «Так ты нормально? Тебе может принести чего?» Девушка все так же молчала, не булькала больше, но и ничего не говорила. «Ты жива там?» — снова спросил я, берясь за ручку двери. «Я сейчас зайду». Снова тишина, словно никого там и не было на самом деле. А может, там и правда никого не было? Может, девушка сбежала, еще когда я спал? Может, это на самом деле непонятным образом забившийся без моего участия унитаз издает эти звуки?» «Ну да». И тут же прекращает, как только к нему обратишься. «Какой умный и разговорчивый унитаз. Как японский, но сука не японский». Окончательно уверившись в том, что за дверью творится что-то странное, я открыл ее и заглянул внутрь. Девушка все же была в туалете. Но она уже мало была похожа на ту миловидную блондинку, которая строила мне глазки в баре, а после не давала спать до четырех часов утра. Единственное, что в этом существе осталось от нее, приметные сережки в виде бабочек, висящих на тонких цепочках. И то одной уже не было, и мочка уха, разорванная надвое, словно сережку просто вырвали, даже не кровоточила. Глубокие порезы от разбитого настенного зеркала на лице девушки тоже не кровоточили. Вместо крови из них сочилась сетящаяся голубая жидкость, похожая на какой-то клубный коктейль. Глаза девушки были матово-голубые, словно залитые сильно разбавленными чернилами. А волосы, вчера еще платиново-белые, сейчас отливали все той же голубизной. Да еще и выглядели так, словно вместо волосинок состояли из тонких нитей стекловолокна, сетящихся на концах, словно у нее в глубине черепа горела ярко-голубая лампочка, свет которой я и видел. И самое хреновое — ногти. Даже вчера они вызывали изумление своей длиной и остротой, как это сейчас модно, а сейчас и вовсе стали какими-то кристаллическими и голубыми. Легкомысленное белое белье, которое вчера еще лежало на полу, сейчас тоже было залито синей жидкостью, а одна лямка лифчика и вовсе, разрезанная, болталась в районе локтя. Снова забульков, вчерашняя красотка вытянула в мою сторону свои длинные когти и, сменив звук на утробный хрип, ломанулась прямо ко мне. «Эй!» Я отскочил. «Что за херня с тобой творится?» Но умом я, конечно, понимал, что ответа мне не будет. Она просто не способна ответить. Один из осколков зеркала рассек ей гортань, и именно этим обуславливались странные звуки. Это воздух с хрипением и бульканьем голубой кровью выходил из разреза. Она просто не могла быть жива никак. С такими повреждениями не живут, а очень быстро умирают. Ровно столько, сколько нужно, чтобы вздохнуться из-за того, что воздух не попадает в легкие. Что ж, я смотрел достаточно фильмов про зомби, чтобы теперь понимать, что противостоит мне. И пусть выглядит оно не совсем так, как я привык, разницы особо нет. Даже физические повреждения на месте, и плевать, что вместо крови из них сочатся голубые гавайи. Только лишь остатки гуманизма во мне слабо задергались и подняли лапку, прося слова, и я неохотно это слово дал. «Слушай, я считаю до трех, и если ты не прекратишь, я тебя стукну». Вчерашняя блондинка снова забулькала и полностью вывалилась из туалета. Натурально вывалилась, будто споткнувшись обо что-то. Взмахнув когтистыми конечностями, упала на пол, чуть не задев меня. Едва успела отскочить, заливая линолеум синий жижей, и принялась царапать его когтями. «Раз», — произнес я, глядя на это дело сверху вниз. Новорожденная зомби вовсе не казалась опасной, скорее уж вызывала жалость. Однако я не позволял этому обманчивому впечатлению завладеть мной. Каким бы неуклюжим ни было это существо, оно явно хотело причинить мне вред, а это в мои планы уж никак не входило. Тем более, что я прекрасно понимал, оставь это существо в живых и дай ему время и возможности, и оно приложит все усилия к тому, чтобы всадить в меня эти кристаллические когти. Интересно, если оно меня царапнет или укусит, я тоже заражусь и стану таким же зомби? «Два», — произнес я, глядя как существо, наконец-то собрало под себя конечности и теперь поднимается с пола, сгорбившись и покачиваясь. Рука автоматически пошарила сбоку и нашарила стойку торшера с желтым абажуром, который достался мне по наследству еще от бабушки. Торшер был массивным и увесистым, вполне подходящим для того, чтобы защититься от новорожденной зомби. «Три», — веско сказал я, глядя в мутные голубые глаза блондинки. Она ответила новым бульканьем и опять потянула ко мне когти, словно хвасталась новым маникюром. Я схватил торшер, дернул, вырывая вилку из розетки, развернул его плоской круглой ногой вперед и сначала чувствительно треснул зомби в грудь, на всякий случай. Она пошатнулась, отклонилась назад, недовольно заворчала и снова пошла ко мне, вытянув когти. Хотя у настоящего живого человека от такого удара как минимум дыхание бы перехватило на несколько секунд, а то и пара ребер треснула. Ну все, теперь не остается сомнений. От живого человека в этом существе не осталось ничего. Даже жалко. Симпатичная была. Широко размахнувшись, я подсек тяжелым торшером ноги зомби, снова отправляя ее на линолеум, но в этот раз уже не позволил ей подняться. Прошагнул вперед, следя, чтобы зубы чудища не дотянулись до моей босой ноги, поднял торшер над головой и как молд опустил его на голову бывшего человека. Даже, кажется, ухнул при этом. Сожалений я не испытывал никаких. Если не я монстра, то монстр меня. А то, что это отныне монстр, и ежу понятно. Проверку на потенциального человека тварь не прошла, хоть я и давал шанс. На третий удар зомби, наконец, перестал пытаться подняться. В осколках черепных костей пульсировало что-то голубое и блестящее, как будто лаком с блестками помазали. Та же субстанция была вокруг. На полу, на стенах, брызги, шматки, куски. Заляпал всю квартиру, блин. Теперь уборки не оберешься. И все равно остановился я только тогда, когда зомби перестала пытаться подняться и замерла окончательно. Не торопясь праздновать победу, я постоял еще немного, ожидая, что коварный монстр всего лишь притворяется и сейчас поднимется и нападет снова. Но он, к счастью, не пытался. Мало того, через 30 секунд даже пульсирование замедлилось, а позже и остановилось вовсе. Это окончательно убедило меня в мысли о том, что все закончилось. Я поставил торшер на пол, потом понял, что он не стоит, поставил верх ногами, перевернул и поставил нормально. И тут же перед глазами снова появилась надпись, выполненная в том же стиле, в котором были сделаны предыдущие надписи. Уничтожен зараженный уровень 1. Получено 0 единиц опыта. Примите поздравления. Вы стали первым в целевом мире, кто убил зараженного в близком контакте, не получив ни царапины. Вы получаете достижение неуязвимой. Ваша личная репутация повышена на 5. Получено 200 единиц опыта. Получите вашу награду. Примите поздравления. Вы получили новый уровень. Теперь ваш уровень 2. Разблокированы следующие способности. Инвентарь. Раздался тихий хлопок, и прямо под моими ногами появился большой, высотой примерно по колено, предмет. Типа фиолетовый шарик, но крайне низкополигональный. Буквально раз, два, три, двадцать граней. Как там это называется? Никогда не дружил с геометрией. Не помню. А шарик был не просто фиолетовый. Он будто бы светился изнутри, или, правильнее будет сказать, стыки между гранями, просачивался нежно-фиолетовый свет, словно внутри установили фонарик непривычного цвета. Судя по всему, это и есть моя награда, потому что ничего более похожего на награду я не получил. Да еще рядом с телом убитой зомби все с тем же хлопком появился еще один точно такой же объект, только во много раз меньше, всего с ладонь размером, и мертвенно серый, без всякого там свечения. Так, ну все понятно, в игры я играл. Фиолетовая светящаяся, крутая награда, серая и невзрачная, такая себе рядовая. Заберу я, конечно же, обе, чего добру пропадать. Я поднял обе шкатулки, или как их назвать, отнес на стол в комнате, и прежде чем приступить к поиску способов их открыть, решил включить телевизор и посмотреть, что идет там. Может, там как раз сейчас идет репортаж о непонятном вирусе, который поразил человечество, и обо всем, что с ним связано, в том числе о шкатулках. На телевизор встретил меня только помехами. На какой бы я канал ни переключал, везде были сплошные помехи. Тогда я взялся за сотовый телефон, связи не было, позвонить никому не удавалось настолько, что даже попытки вызвать экстренный номер не увенчались успехом. Полная тишина. Немного подумав, я вспомнил, что в критических ситуациях информацию транслируют по радио, но никаких радиоприемников у меня в доме, конечно, не было. На всякий случай, я проверил радио в телефоне, но там тоже были сплошные помехи. Я не был уверен, это потому что в эфире пусто и нет вещания, или потому что на самом деле радио в телефоне тоже работает от общей для телефонов сети. Но узнать, какой вариант, правдив, возможности не было. Да и желание тоже. Только время терять, связь же от этого не появится. Внезапно за окном раздался протяжный вопль, затем несколько беспорядочных выстрелов, и все затихло так же внезапно, как и началось. Точно, окно, самый доступный источник информации оказался и самым неочевидным, поскольку я по старой привычке еще с вечера задернул шторы, чтобы утреннее солнце не разбудило раньше времени. Кто ж знал, что сегодня я проснусь не от солнца? Я выглянул наружу и понял, что город был так тих не потому, что было еще рано, напротив, уже часов в девять утра, а потому что на улицах просто никого не было. Стояли вдоль бордюров припаркованные в нарушение всех мысленных ПДД привычные машины, еще несколько машин слиплись в парочке ДТП прямо на линии разметки, и как только они меня не разбудили, когда тут бились. Между машинами бродило несколько десятков зомби. Никаких сомнений, что это зомби у меня не было, так двигаться могут только они. Дерганы, неловко, словно солевые наркоманы на подпольном рейве. Из одной из раскрытых дверей машин, что стояли зажатые в ДТП, свешивался окровавленный труп, под которым натекла красная лужа. Как ни странно, зомби он совсем не интересовал. Видимо, в отличие от своих киношных коллег, их целью было само по себе убийство, а не поедание убитого. В общем-то, все понятно. Ни за что не поверишь, что подобное вакханалие не вызовет интереса со стороны властей. А раз я не слышу приближающегося вой сирен, то вывод прост. Власти больше нет. Не знаю, что произошло и тем более, что происходит сейчас, но на помощь в разгадке этого дела рассчитывать не приходится. Я сам по себе. Я посмотрел на шкатулки, стоящие на столе, одна из которых излучало манящий фиолетовый свет на телефон в своей руке и подошел к шкафу в углу. Раскрыл створки, являя светоузкий оружейный сейф, стоящий в самом темном и укромном месте. Пошарил в кармане самой задрипанной олимпийки, что висело тут же, в шкафу, нашарил ключ и открыл сейф. Протянул руку и вытащил из крепления свой верный 870-й. Теперь каждый сам себе власть.